Добрый день! Добрый! Представьтесь, пожалуйста! Меня зовут Шейм, Андрей, я из команды ХАСА. Очень хорошо. Как сегодня наш турнир? Турнир, в принципе, довольно веселый. Очень много народу, на самом деле. Это, на самом деле, первый такой опыт турнира именно по нескольким дисциплинам. То есть в последнее время все турики проходили именно по Старкрафту отдельно, в отдельных помещениях. Например, Road to Moscow, вот подобные турниры. И это довольно круто, то, что столько народу, то, что большой экран видит много народу. И, в принципе, очень клево, что Старкрафт оказался на этом ивенте, потому что Старкрафт, как известно, не очень популярная дисциплина, к сожалению. Но очень хорошо, что его заметили, его добавили в список дисциплин. И, в принципе, довольно хорошо. Из минусов, не все игры освещаются на большом экране, потому что, в принципе, дисциплина, опять же, много, экран один. Это довольно неприятно, но в принципе ничего страшного. Ну и такая личная небольшая обида, что меня посадили за компьютером, а он оказался не рабочий. Но как бы все бывает. У нас в Старкрафте сейчас какие-то новые изменения, какие-то новые команды СНГ появляются, какие-то пропадают. Что думаешь на эту тему? Ну, в принципе, какая-то ротация именно команд популярных и крупных, это нормально. Из того, что я сейчас увижу, самыми крупными командами являются, соответственно, 3D. И Хасу. Соответственно, крупнейший, я сейчас считаю, именно такой, именно сильнейший по уровню команда 3D, соответственно. Потому что у них есть такие игроки, как B. И это, в принципе, такой коллектив, очень такой старый, неправильное слово. Опытный, опытный коллектив. Олдскульный. Да, олдскульный. То есть как-то как 7X. 7X сейчас уже, к сожалению, исчезают, как, в принципе, очень такая древняя команда. Они с какого? С 2002 года? То есть они какие-то очень, да, очень тоже опытные ребята. Но хорошо, что появляются такие коллективы, как Хасу, которые дают, в принципе, возможность людям, которые хотят играть, хотят как-то развиваться. Такой именно дружеский коллектив. То есть у нас как бы нет упора на киберспорт, как, допустим, ну, в 3D, я насколько понимаю, более так. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть более. Да, то есть там, вот. У нас именно на комьюнити упор, и это, в принципе, круто, что есть такие команды, как Хасу, как 3D, которые, в принципе, продвигают StarCraft. Вот, как вы тут берете интервью, тоже, в принципе, клево. Вот. Как-то так. У нас в StarCraft чего вообще не хватает игре, чтобы были новые игроки, что-то добавить, что-то, может быть, забрать? Ну, мое личное мнение, что StarCraft, в принципе, как RTS, не очень интересный, ну, зрителям, игрокам. То есть в него очень высокий порог входа. Потому что, как бы, например, в Dota ты заходишь, берешь какого-нибудь одного героя и начинаешь там, берешь снайпера и там пошел в мид. Клево. Я играл в Dota, я знаю, о чем говорю, как бы. Вот. Сам так начинал, сам так завяз. А в StarCraft, чтобы разобраться, чтобы хоть на каком-то уровне играть, нужно прямо очень много потратить времени. Меня спасло то, что мне, в принципе, нравится тратить время на то, что меня зажигает. Вот. И я в свое время просто потратил где-то, наверное, часов 10 на просто просмотры гайдов, на изучение юнитов и так далее. Ну, например, обычный человек, который так хочет просто по фану поиграть, да, он зайдет в StarCraft, посмотрит что-то вот на количество юнитов, каких-то там надписей, что-то вообще ничего непонятно, и просто выйдет. У меня так друг закончил играть в StarCraft, как тогда же, когда я начал в тот же день. Вот. В принципе, как-то так. То есть StarCraft, в принципе, я не вижу, чего можно сделать. Только большее освещение, что ли, но это тоже такое. Игроков-то не привлечет. Последние изменения StarCraft, ну, именно, когда его сделали бесплатным, фри-то-плейным, это довольно хорошо, потому что, во-первых, мне нравится система, что нужно 10 дней поиграть. То есть это, ну, не заполнит каким-то нереальным количеством бар-кодов рейтинговые, соответственно, таблицы. Но при этом это привлекло какую-то волну новых игроков, и, в принципе, видно некоторых ребят, которые пришли. Я даже знаком с некоторыми, которые с становлением StarCraft бесплатным пришли в эту игру, и это, в принципе, клево. Сегодня на турнире. Какие игроки-фавориты? Skillows. Кто-то, может быть, еще? Ну, я, короче, когда увидел таблицу, я составил прям, я там прям предикшены составил, там, с цветами, все-все дела. Я считаю, что Skillows здесь сильнейший, и он должен выигрывать сам турнир. Но помимо него, конечно, есть такие ребята, как B, которые, естественно, претендуют на победу. Такие молодые еще также игроки, в принципе, как Skillows, Неразим. Вот, Милки Коу, который, к сожалению, отлетел уже, конечно, но у него тоже были хорошие шансы, он хорошо себя показал. Вот. Кто там еще? К сожалению, наши все отлетели, как бы такие ребята, как Миндель, Никаракт, но, увы. Кто там еще? В принципе, ну, в принципе, те, кто сейчас в четвертьфинале, в смысле, в полуфинале, они все достойны. Вот. Я примерно ожидал, что они могут выйти. Skillows для меня остается фаворитом. Он, как по мне, должен выигрывать этот турнир, потому что все-таки, ну, парень к успеху идет, так сказать, он и на ВЦС пошел, прошел через челленджер и так далее. Но я рассчитываю, я ожидаю серьезной борьбы. Вот. Особенно в финале. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...